Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» обзор основных рязанских событий. Главные темы на сегодня таковы. Христос в воскресе. Началась пасхальная неделя, а в воскресенье в Рязани впервые прошел общий городской крестный ход. В Солочи, как горячая точка, весеннее солнышко и тепло привело в наше все, в Солочи, целое нашествие варваров, отдыхающих. Скопинский разговор. В районном центре прошел съезд Совета муниципалитетов. Начнем с высокого праздника Пасхи. В Рязани его впервые отметили общегородским крестным ходом. Вчера вечером после праздничных богослужений из шести городских храмов потянулась торжественная процессия в Рязанский Кремль, где верующие и духовенство, сообщает сайт Рязанской епархии, вместе прославили воскресшего Христа Спасителя. Поздравил всех рязанцев с праздником Пасхи митрополит Рязанский Михайловский Вениамин. Текст его также размещен на сайте епархии. Вот некоторые выдержки. Ни один народ не переживал так светло и радостно и не праздновал так торжественно и величественно светлое Христово Воскресение, как наш православный русский народ, который, пройдя через страдания страшного кровавого бедствия периода богоборчества, возвратился к возвышенному идеалу Святой Руси. Также митрополит сказал «Дорогие мои, будем же приумножать в себе драгоценный дар любви Божией, чтобы в душах наших, освященных Светом Христовым, вечно звучала радостная и торжествующая песнь весны духовной «Христос воскресе воистину, воскресе Христос». А теперь о делах повседневных и отнюдь не праздничных. Сегодня стало известно, что Центробанк лишил лицензии Банк Западный. Его офис есть в Рязани. Сайт Центробанка сообщает, что решение принято в связи с неисполнением Банком Западной, федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных банков России. Кроме того, Центробанк сообщает об установленных фактах существенной недостоверности отчетных данных и высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Есть данные, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 5 мая. Тем временем в Белгороде произошел захват заложников. Этим утром трех заложников взяли в Белгородском отделении Банка Западный, у которого как раз, как мы напомним, была отозвана лицензия. Трое неизвестных, один из которых вооружен карабином Сайга, потребовали 25 миллионов рублей. Связано это или нет с банковским крахом, как говорится, разберутся. Теперь к другим темам. Рязанские активисты организации ЭРА провели весенний десант в Солочи. В то время как большинство народу шумело и кричало на пикниках, оставляя вокруг себя кучу мусора и пустых бутылок, эровцы методично убирали все это, параллельно недоумевая. Как можно так по-свински себя вести и называть все это отдыхом? С ними полностью согласны местные жители. Коренные аборигены Солочи живут с наступлением тепла, словно в осаде. Пьяные компании творят, что хотят и что придумает омытый алкоголем мозг, а подойти и сделать замечание равносильно размахиванию тряпкой перед налитым кровью бычьим взором. Вместе с экологами в эти выходные убирала Солочинский мусор и слушала горестные повествования поселян Ирина Ковалева. Солочи – излюбленное место отдыха рязанцев. Хочется добавить к сожалению. Ведь огромное количество отдыхающих, многие из которых не отличаются воспитанием, чаще всего не утруждают себя вывозом мусора после праздного времяпрепровождения. Итог – Солочи – удивительно красивый уголок природы постепенно превращается в большую помойку. В минувшие выходные волонтеры экологического рязанского альянса решили взять инициативу в свои руки и очистить территорию, прилегающую к Лысой горе. Экологический рязанский альянс – организация, объединяющая всех, кто желает бороться за чистоту в нашем городе, в нашей области, за экологичность, за чистый воздух, за чистую воду, за чистую землю. Объединяет совершенно разных людей, достаточно большое сообщество. Вот сегодня у нас акция традиционная уже, которая, наверное, проходит раз в восьмой, потому что мы два раза в год проводим. Вот. Это большая уборка. Правда, желающих поучаствовать в большой уборке Солочи было относительно немного. Отдыхающих, оставляющих горы мусор обычно бывает гораздо больше. Но вряд ли кто-то из них озабочен состоянием природы настолько, чтобы потратить на уборку свой выходной. А вот те, кому времени не жаль, после себя подобную грязь не оставляют. Поэтому им вдвойне больно снова и снова смотреть на этот мусор. Наверное, все равно чувство какой-то отчаяния остается, потому что из раза в раз приезжаешь, и из раза в раз хоть убираешь, хоть нет, сталкиваешься с этой грязью. Но я считаю, что такие мероприятия нужны даже, может быть, не для того, чтобы сам мусор убрать, а для того, чтобы привлечь внимание, в первую очередь, чтобы люди вообще начали думать о том, что, может быть, мусорить-то и не стоит. Начинать нужно с малого. Не обязательно вступать в ряды Рязанского экологического альянса и участвовать в таких обширных субботниках достаточно самим не мусорить и воспитывать любовь к природе у детей. Оказалось, что мусор – не единственная проблема. Местные жители и сами готовы все убрать, лишь бы понять, по какому праву и с чего разрешение здесь были оборудованы вот эти места для отдыха. Отдыхают здесь круглосуточно и зачастую пьяными шумными компаниями. Какой, ну извините, культурный уровень, когда он приезжает в 12 ночи и орёт здесь до самого утра, и мы ничего не можем сделать. Оказывается, это частная территория, милиция не подчиняется никому. Она не едет на эти мероприятия, чтобы их разогнать, а данный человек не выходит, который здесь за этим смотрит и собирает деньги. Что и говорить, Солоча превращается в место для добывания денег частными лицами. А вот состояние здешней природы, похоже, волнует только местных жителей до волонтеров экологического Рязанского альянса. Совет муниципальных образований заседал на днях в Скопине. Такой вот союз муниципалитетов призван обобщать итоги работы, очерчивать проблемы, а главное – искать пути выхода из тупиков, главным образом финансовых. Преимущество Совета ещё и в том, что ему легче добраться до высокого начальства и донести до него свою муниципальную правду. Вот в Скопин на встречу приехал рязанский губернатор. Рассказывает Оксана Тебенихина. В Скопине прошёл съезд Совета муниципальных образований. В нём принял участие губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. В своей речи глава региона отметил, что основными вопросами встречи являются повышение эффективности работы муниципальных органов власти, а также грамотное использование бюджетных средств. Скорее всего, что и 2014 год будет достаточно сложным, потому что в целом вот эти явления в экономике, которые происходят в мире, в России, они, в общем-то, отражаются на Рязанской области. И хотя у нас, будем говорить так, экономика в значительной степени диверсифицирована, то есть мы не зависим там только, допустим, от выплавки стали или же только от нефти, цены на нефть. Вот в этой ситуации, когда мы не можем с вами наращивать наши бюджетные доходы так, как это делали предыдущие годы, когда мы росли, там были годы, когда мы росли 20% и 15%, значит, в этой ситуации самое главное сегодня эффективное использование тех бюджетных средств, которые есть. Еще одна важнейшая для нашего региона тема – здравоохранение. Губернатор развеял слухи о том, что в области планируется упразднение ряда медицинских учреждений. Хочу раз, еще раз, вот используя эту высокую трибуну, раз и мы всегда сказали, что никто в административном порядке, ни коек, ни больниц, ни ФАПа закрывать не будет. И не собирался никто этого делать. И те слухи, которые как бы идут, и те попытки, значит, представить это именно так, они не, будем говорить, не основаны на реальных решениях. Решения никто таких не будет. Благоустройство населенных пунктов также остается болезненной темой в Рязанской области. По словам Олега Ковалева, соответствующего контроля за работой предприятий, обслуживающих населенные пункты, на сегодняшний день нет. Должны работать эффективно административно-технические комиссии. Ну, коллеги, значит, кроме областной комиссии и комиссии города Рязани, ни одна комиссия не работает. А это некий жупел, это некий меч, который должен быть занесенный любой нарушитель. Не там он в яму выкопал без разрешения, значит, предписание. Не выполнил бы предписание, оштрафовали. Никто не говорит, что надо сразу прямо всем выписывать штраф на лево и на право. Надо сначала людей подвигнуть на то, что, ребят, ну-ка выполните, ну уберите. Домовладение частное, то же самое. Они же обязаны соблюдать правила благоустройства. Они должны быть приняты на муниципальном уровне. Эти правила благоустройства, в которых обязанности должны быть и домовладельцев, в которых должны быть прописаны обязанности предприятий, организаций, учреждений. Должно быть раскрыто понятие, что такое благоустройство, что такое уход за прилегающей территорией. Тогда у нас будет меньше поваленных заборов, меньше будет мусора, который становится меньше прошлогодней травы, которая становится предметом возгорания. И горели же у нас, и усадьбы, и все от этого. Работу в экономической и социальной сфере, отметил губернатор, необходимо вести в тесном взаимодействии с обществом, гражданами, оценка которых и должна являться главным критерием для руководителей всех уровней. Власть вообще старается сейчас быть поближе к народу и даже непосредственно внутри народных масс. Такой способ деятельности демонстрирует и Москва, к этому призывает партия и правительство. Причем любая из российских партий, любое правительство от центрального до регионов. В люди также идут и депутаты, которым, скажем, прямо там в людях самое место. А если серьезно, то иначе парламентскую работу, предполагающую не только закон творчества, но и позитивное влияние на жизнь электората, и представить трудно. На днях депутат Рязанской областной думы Андрей Глазунов провел встречу с учениками 50-й Рязанской школы. На открытом уроке шла речь о последних политических событиях, связанных с российской и околороссийской действительностью. На открытый урок к старшеклассникам школы номер 50, расположенной в Дашково-Песочне, пришел депутат Рязанской областной думы Андрей Глазунов. Надо сказать, что такая форма общения между народными избранниками и рязанской молодежью практикуется уже довольно давно. На этих встречах депутаты рассказывают ребятам о государственном устройстве России, основах управления и развития парламентаризма. Во всех школах ребята ведут себя активно, во-первых, а во-вторых, очень хорошее позитивное мнение после окончания этих уроков, так как ребята очень много для себя подчеркивают, чем занимается власть региональная, муниципальная власть, чем занимается, какие процессы происходят, какие изменения, которые повлияют на их дальнейшую судьбу. Ребята не стесняются и бойко задают вопросы представителю региональной законодательной власти. Разговор получился весьма живым. В этом году выяснилось, что старшеклассники интересуются не только актуальным для них сейчас поступлением в ВУЗы, но и международной обстановкой. Ведь в этом году произошло по-настоящему историческое событие – воссоединение России и Крыма. Крым сейчас только получает большие плюсы от того, что вошел в состав Российской Федерации. Сами крымчане об этом говорят. Люди очень довольны, что они вернулись в исконно свою родину, то есть там, где они должны быть. По словам Андрея Глазунова, этот урок «Общество знания» стал для него уже 16-й встречу с молодыми избирателями региона. Депутат считает такую коммуникацию с юными рязанцами полезной. А понимание, какую важную роль парламентаризм играет в жизни горожанина, нужно закладывать уже за школьной партой. Ведь именно на региональном законодательном уровне можно решить многие конкретные вопросы, остро волнующие местных жителей. На сегодня все, но, как у нас стало это принято, надолго мы не расстаемся, а уже почти сейчас сразу же встретимся в студии программы «Подробности». Причем ваш покорный слуга выступит уже в роли гостя, что, конечно же, непривычно. Дело в том, что наша телекомпания отмечает в эти весенние денечки свой первый юбилей, пятилетие образования. Вот так не успеешь оглянуться. Но подробнее в программе «Подробности». Так что до встречи в эфире.